Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала, вы как всегда на канале Семья на чемоданах, с вами я, Славян. Я вас сегодня приглашаю в очень интересный и насыщенный выпуск. Это не просто выпуск одного дня или двух дней, это выпуск, который собранный, по-моему, целой недели нашей жизни на Шри-Ланке. На самом деле, после большого путешествия по острову Шри-Ланка я решил себе взять выходной. Кстати, кто не смотрел выпуски с нашего путешествия, обязательно гляньте, там было максимально круто, плейлист прикрепил. Так вот, я решил после этого путешествия вообще ничего не снимать, точнее я снимал, но очень по минимуму, и вот сегодня в выпуске вы это все увидите. Самое главное, обязательно досмотрите выпуск до конца. Во-первых, там очень много материала, а во-вторых, концовка немножко грустная. Не буду сполерить, что будет сегодня в выпуске, просто смотрите и наслаждайтесь. Приятного просмотра, лайки ставьте, пишите комментарии, делайте репосты. Погнали! Родик, вставай, поехали посерфим. Нет. Родик. Вставай. Вот, человек спит даже с книгой. Да? Вставай. Дай человеку поспать. Человек, ты ночью потом что будешь делать? Залежать. Вставай. Не трогай, Тимонасик. Поехали сёрфить. Окей. Что, Мирошка, отправляемся сёрфить, да? Нет. Сейчас будем заказывать тук-тук. Доедем до пляжа, называется Сахана Бич. Там катали мы, много раз катали, но давно уже не катали. Очень хочется, очень хочется, поэтому... А я не знаю, если он сейчас будет. Да, у нас есть Майн Фрэнд ещё с первых дней здесь. Тут он с толкача завели. Мы едем. Кстати, тук-тук классный. Вон у него типа это, кожаная сидушка. И у него, видите, такая маленькая моделка стоит. Тук-тука. Цветочек солнечный. О, прикольно. Водопады над головой. Мирошка ловит ветер, да? О, как ему нравится ездить, да, в тук-туке. О, поворот. А я не знаю, нравится. Мы очень благодарны всем нашим зрителям, которые нас поддерживают. Поддерживают наши путешествия, поддерживают наш образ жизни. Кто смотрит наши выпуски, кто ставит лайки, кто пишет комментарии, кто делает репосты в свои социальные сети. Все это поддерживает наш канал. Но вы можете сделать сверхподдержку. Это оформить платную подписку у нас в группе во ВКонтакте. Там нет ничего сложного. Вы просто заходите в нашу группу во ВКонтакте. Если не подписаны, то обязательно подпишитесь. И просто оформляете платную подписку. Она начинается от 250 рублей. Можно оформить за следующую сумму. А можно оформить на ту сумму, на которую вы считаете нужным. Те, кто оформляет платную подписку, вы попадаете в материал, которого нигде нет. Периодически мы выкладываем там статьи, посты, какие-то видеоролики. Это тот материал, который вы нигде не найдете. Он доступен только для тех, кто оформил платную подписку. Это пилотный проект. Там не так много сейчас донатеров. Там не так много сейчас материала. Но со временем он будет пополняться. Пополняться и мы будем делиться максимально ценной информацией. Максимально секретной информацией. Поэтому не упускайте возможность. Оформляйте подписку и становитесь еще ближе к нам. Мы приехали. И пока ехали, видел, что много сегодня серферов. Вон Мирошка уже кричит. Сахана бич. Вход на пляж. Но волн сегодня, кстати, не особо. Не особо. Вон, видите, просто борщ. На закате сегодня будем катать, ребят. На закате. Сегодня волна небольшая. Катает много деток. Блин, вообще просто бомба. Как же мы давно этого не делали. Вот фотограф стоит. Фотографирует. Кайф. Наконец-то серфинг. Берем доску. Я уже как-то катался на этом прокате. И брал точно такую же доску. На ней неплохо получается катать. Видимо, размер, как говорится, мой. И все, сейчас будем заходить туда. Мирошка, ты тоже будешь кататься? Ты же тоже маленький серфер, да, сыночек? Да? А, надо штаны снять? Не надо штаны снимать. Конечно, чтобы показать вам каталку, нужно максимально широкий угол. Заходим. Родион решил, что он будет кататься первый. Опа, смотрите, какая. Давай-давай, гриби, разгребайся, разгребайся. Ой, какие сегодня будут каталочки. Вот это хорошая какая. Воу. Красота. Роджин, ты готов? Сейчас, подожди, пропустим. Стой, 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 стой. Опа. Так. Сейчас будем ждать. Готов точно? Опа. Встал пацан. Полодец. Готов? Готов? Давай. Сейчас пойдешь. Разгребайся. Не. Его до берега донесло и все. Теперь Артемка. Давай, Тема. Разгребайся. Пошел, пацан. Ой, какие там волны. Ну, на эти волны мы пойдем. Тема, там глубоко, осторожно, стой. Давай, пошел, гриби. Встанет, нет? Молодец. Красавец, согласны? Самое любимое теперь на занятия это черт. Мама. По вечерам. Вся, зайка. Не рождается. Мирвоза 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 По чуть-чуть Тема встал, почти Ади родик, родик, вот ловят, родик Тоже почти Давай, 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 славянчик Мирвоза чем каталка на закате быть не может сожалению камеру с собой не брал просто наслаждался катанием постоль долгого перерыва но насенка вроде меня поснимала надеюсь было классно просто говорю и не начал на себя и не смотрел еще кадры но это круто не жарко собрался значит эти за кокосами я только начал выходить из двора и она короче стучится возвращает тарелку то что мы давали там парнишки тортик на тёмки на день рождения не дает а народе к день рождения короче далее мир о нас заботятся всегда там еще смысл в том то что мы вот обошли там все палатки фруктовые пока ходили в магазин нигде нет кокосов и тут сами кокосы пришли прикиньте в чем вот самый прикол я только видел как открывают кокосы постоянно когда покупаем но сам этого не делал поэтому сейчас буду пробовать вместе с вами срезали жопу это конечно не мачете и кокосов скрывать обычным ножом очень тяжело но я надеюсь что получится тебя . кокоса минус почти палец первый держи держи коту роти называется мы пока катались по центру острова как-то в кафе там брали короче коту роти но немножко промазали потому что мы купили острое но просто сказали но в спайсе подумали нам перенесут сегодня сделали самостоятельно вот так вот выглядит короче на самом деле попробовал же как тебе вкусно ну лепешка здесь курица морковка чё там еще помидорка соль и все это дело обжаривается на сковородке небольшими порциями самое главное небольшими порциями а до готовки все сваливается в общую миску и ну типа так сказать замачивается все в одном сейчас зашел на почту но здесь она прям рядом узнать что нужно мне говорят нужен бокс окей приду в магазин сейчас у них попрошу коробку что же коробку мне дали осталось сейчас все это дело аккуратненько упаковать чтобы все доехало и отправиться уже на почту вот за забором вот ворота открыты и то есть у нас почта мы живем как бы в новоту не в очень клёвом районе где вот прям все под боком именно по этой причине мы вернулись на эту виллу чтобы не делать голову а еще сейчас бегу в магазин для того чтобы докупить две пачки чая потому что блин вот движение потому что на прошлом стриме мы дополнительно подарили еще две пачки чая двум нашим зрительницам за волю победе вот бы от купить тоже отправить посмотрите сколько всего у нас тут накопилось тут короче и деньги тут у нас тут у нас огромнейшее количество открыток сиды еще вот открытки стамбула просто моря конечно же они с уже с пожеланиями тут у нас и большая серв доска маленький серв доски вон их как много тут у нас еще тук туки всякие открывашки чайочек спец подарок в коллекцию для александра и смоленская ожидай короче ребята тут куча всего и все это для вас для тех кто выиграл у нас на стримах ну что смотрите финальный штрих 1 пачка 2 пачка и 3 пачка это большая пачка мамульки в подарок все закрываем пойдемте отправлять бегу на почту теперь отправлять мы отправляли открытки с центра острова первая открытка дошла в москву за 9 дней получается достаточно быстро надеюсь что эта посылка дойдет и вообще надеюсь что нас не забракуют потому что посылки есть мания которые мы тоже разыгрывали до национальные купюрки вот ну и плюс много чая посмотрим я кстати не обращал внимание смотрите пост офис постмат и почта по-русски написано пойдемте можно машине даже приехать как бы достаточно большая территория посылка вот она такая коробка красивая почта не как конечно но в про или но тем не менее сейчас посмотрим вроде все норме детства сказали адрес переписать на английском языке сейчас это сделал проверили посылку должны принять я все слушайте сказать что это было просто я совру но вроде все мне дали бумажку все заполнил все декларации их три штуки вот посылку короче отправить два с половиной килограмма мне обошлось двенадцать половиной тысяч рупий сказал что за 10 дней дойдет я очень надеюсь но собственно ждите посылки с мальчишками дошли до нашего пляжа новатуна я впервые вижу вот такое состояние океана вообще почти нет то есть вот это вот это и кажется раньше так и было его всех валили как детские вот мы когда прилетели здесь прям волны такие что насенка например здесь боится здесь не купаться а вот сейчас прям идеально единственно что берег не пологий как вот где тёмка там уже начинается глубина давай давай населенка сходила здесь наши две столовые мы их показывали прям местные местные все для местных цена тоже прям для местных не туристическое место но после нашей рекомендации я так наблюдаю там очень много людей стало вот ну ладно пусть как говорится это казна их не пополняется смотреть что купила это собственно рис карри вот рис с лицом вот так вот они собой это все дело делают картон в принципе местные прям с картонки едят так и он спел вот так вот раскладывается эта порция жареного риса это одну порцию это детворе нет две порции вообще но она это это одна порция а вторые две порции это рис карри с курицей сейчас буду показывать вам собственно тоже ставим на тарелку разворачиваем бумагу это вообще по моему острая история вот так вот выглядит едя руками чтобы так сказать все вкусовые качества пропитались поэтому сейчас будем тоже пробуйте с руками они как-то руками прям вот так все это смотрит чтобы помыла да кстати не помыл рисом или не помыла это есть даже темы отливить его вытюг выключила понятно так на что в другу а острый да теперь глаз надо теперь говорю глаз надо почесать я точно мои руки я прям помню короче так перемешивает а здесь курицу так короче тут картошка морковь как-то они короче но я тоже так наблюдал как-то перемешивать и вот так вот руками у меня просто палится а у них все прям четко не тема куда я вкусно вижу что кстати острая но прям сильно остро и нормально руками есть неудобно вот по мне так ну да как-то лучше и хочется прям хочется очень садить ложку в чем смысл они соскали это должно быть у еды основа идет весь а потом уже 5 цветов или 7 цветов опять вкусов 7 цветов еды то есть это должно быть это разное на наполнитель столиках можно знать и почему руками они это промахивать чтоб все шоу там пропиталась а что вилка нельзя пропитать все перемешать все пропитайте приятного нам астринка попала аппетита у нас тут такое родил что короче да все прям на соплях сейчас попробую ему выдернуть это первый зубик родиона да ну что готов давай открой пошире вот он первый первый зубик молочный пошел родиончика стой сегодня ему ланкийская фея должна принести сколько 500 рупий если здесь только существует феи возможно здесь феи нету и родику не повезет смотрите к нам какой огромный варан пришел ну не самый огромный конечно который возможен и ходит у нас тут и ходит еще хочу показать какие фрукты мы берем здесь почти на каждодневной основе то есть они у нас как только заканчивается мы сразу же берем то есть дома эти фрукты у нас есть всегда это конечно же манга выглядит не презентабельно да как обычно на полках магазинах но они капец какие вкусные килограмм здесь возле дома у нас стоит где-то 750 800 рублей конечно же мы покупаем ананас это просто какое-то объедение не здесь нереально вкусные жизни столько не ели ананасов как мы едим здесь постоянно покупаем папайю настенка ее распробовала сразу а вот мы не совсем но опять-таки ее конечно я тоже ем и как правило берем два сорта бананов это бананы лимонные и бананы и шуга собственно есть еще бананы красные и бананы молочные но они получаются 100 рублей идет за килограмм 400 500 рупий красные вообще редко попадаются почему-то так в палатках вот которые вокруг нас их общение то только ближе к пляжу сегодня видел вот там молочные повесили но не стал их брать взял по старинке так у нас тут дискотека диджей диджей тема сегодня будем жарить шашлычок жарим и сегодня курицу ланкийскую у нас все готово сегодня у нас слова камера слова камера у нас сегодня проводы ребят потому что ребята уезжают домой выезжаете настоящая причина почему вы уезжаете потому что мы вам надоели такой тоже бывает все будем кушать приятного аппетита мы сейчас вызываем тук-тук через приложение пикми кто не знает это грубо говоря тот же яндекс такси только еще добавлены все тук-туки и больших городах добавлены байки можно на байки доехали такси стоит как бы это гораздо подешевле чем вот просто этих тук-туком и на большие расстояния это очень удобно потому что например мы едем на пляж который называется кабалана ехать туда прилично и вот они просят 1300 я думаю что тук-тукер там попросит 2 500 вот можно торговаться за 2 но как бы за 1300 вряд ли точно доедешь с договоренности а едем мы на соревнования red bull а по серфингу прикиньте так . фона халлоу прыгайте выдвигаемся немножко покажу вам дорогу и движение лангийская здесь по новатоне погнали мы доехали велкам ту кабалана бич это город ахангама посмотрите как здесь много байков припарковано огромное количество также машин тук-туков подтягиваются серферы вот там воде я уже вижу серфером наша задача спереди дорогу понять где это вообще все происходит волны здесь гигантский просто здесь патрулируют медики машина стоит и полицейские потому что соревнования конечно сегодня проходят масштабные пойдемте скорее здесь можно купить кокосы сейчас мы посмотрим вообще где мы и куда мы пришли вход у нас через видимо кафе будет движуха слушать атмосфера тут бомбическая сразу говорю вот сцена там борись как здесь круто red bull пожалуйста натянутые шатры и красота короче мы пока ехали представляете все серфинские школы вдоль берега вообще закрыты но в плане они открыты но там вообще нет людей вообще от слова совсем прикиньте потому что сегодня все здесь все сюда приехали кому нравится эта движуха кто любит серфинг то просто хочет посмотреть как это проходит 7 утра с 8 утра уже здесь начало у нас сейчас часов наверное 11 запустим я думаю дрон вот парни ходят вообще вот с таким гигантским просто объективом налить как суперски но нужно понять где сцены где основные ребята там кстати вот спасательная лодка стоит сцена ну пойдемте туда посмотрим что там река круто волны накатываются дай там конечно волны гигантские ни разу всегда проездом здесь блин крутотень слушайте вообще океан это моешь мне кажется здесь даже можно взять доску прокат смотрите сколько людей я конечно эти пушки у ребят дальние дальние объективы очень серьезный зум это кайф вот кстати hydra скутер это тоже ребята которые но следят за серфингами если вдруг чё они их вытаскивают здесь не сильные такие волны например в португалии на заре да где катание без водного мотоцикла вообще невозможно ой там какие там волны вот это да пойдем пройдемся движуха движуха соревнования кстати длится два дня мы приехали в первый день получается открытие были ночь круто потом наверху вот это вот это кабиночки видите там жюри они наблюдают кто как катает единственное не совсем понимаю как они все здесь определяют о каким показателям посады резкие объективы вообще невероятно и вот они все заходят в океан чтобы сделать кайну вон смотрите ничего себе вася смотри вон они вон там самые большие волны вот они сотрите что творят это невероятные чуваки вообще сотрите а все слетел с волны вот это да мы впервые в жизнь на такое мероприятие никогда не посещали вообще ну и более там соревнования серфинг это тем более на океане да мирошка вообще пляж крутой нет вон там новички серфят вон там вот дальше новички серфят ну как новички видимо не участвует либо либо не знаете как разминку у них перед соревнованиями а вот здесь вот уже катают те которые на оценку именно поэтому за моей спиной как раз установлено вот она сцена хотел сказать будка жюри где смотрят баллы лай класс не стать рифы проходят так ну что мы кого-нибудь увидим сегодня там волной вот которую они берут метра наверно 3 высоту сейчас посмотрим если кто-то будет на нее вставать постараемся это все дело снять ой 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 какие там волны о пошел-пошел-пошел-пошел красавец сотрите насколько все уверенно у слетел красиво с волны на 360 разворот и упал вообще красавец так один парень выходит его встречают друзья варегу так вот да вот еще один ай накрыла волной так ребят сейчас папа попросил принести камеру потому что мы сейчас куда-то идем вот смотрите вот мы идем короче сейчас мы что-то наверное будем делать или мы пойдем в те сильные волны или мы будем прямо на волнах я вот про что говорил что здесь купаться а в плане когда вот открытый океан очень опасно тем более с детьми а вот ребята зашли туда вот этот ворочи далеко и сразу бегут спасатели свистят что ни в коем случае это делать нельзя здесь унесет мама не горюй вообще вот видите он им показывает ни в коем случае нельзя купаться вроде мелко вот по колено да по нашему югу еще знают в анапе когда купаешься шторм волнах тягуны и отбойное течение только так вот видите спасатель бежит к нему и никак люди не слышат что купаться здесь нельзя родик иди сюда говорю вот здесь вот получается видите волна тут волна там а здесь как бы уходит серферы используют вот обратное течение для того чтобы заплыть и заплывание было как можно легче мы когда катаемся на пляже тоже это используем здесь прям такой открытый океан никакой бухты нету и здесь очень купалка опасная но зато очень чистая вода очень красивый цвет у океана здесь прям вообще одно удовольствие смотрите какая красота покажу вам пляж на рискок людей все смотрят как катают крутые парни блин атмосфера огонь вообще так вот парень откатался приплеил вот слышите гун пошел идите сюда артем услышь меня вот нам сейчас он тоже подошел говорит здесь плескайтесь горит туда дальше не ходить очень сильные течения вот спросил из россии из россии англ твари гуд и ушел взрослым понятное дело что можно конечно там по заходить зайти но с детворой очень сильно опасно да и взрослым то опасно если тем более никогда не сталкивались с таким течением не понимаете принцип работы как спасаться в этом течение люди просто гибнут здесь невероятный цвет воды ребята сейчас пенка пройдет сорите просто просто кайф такой цвет сейчас я постараюсь запустить дрон вообще пришли я смотрю дрона вообще нету думают почему-то странно а сейчас уже смотрю воздухе появились и обычные и пиви и с бутылками если вдруг врезаться чтобы не пошел на дно а сейчас тоже запустим самый главный купатель бежит даме рожка ой человек вообще просто животик и живет на море дай а вот в этой части уже поспокойнее видите волны ломаются а бриф здесь тоже риф и нужно быть предельно аккуратным он темка забежал как всегда не смотреть и прямо бриф поцарапал ногу вот здесь прям классно покажу вам рифы из воды не стал я запускать дрон потому что посмотрел в небе много дронов летает и такое ощущение что каждый дрон согласовывается парень возле меня начал расчехлять дрон уже все подключил уже запускает ему подходит парень и начинает объяснять что те пошли ну и показывает видимо то что можно попасть в аварию и как я понял нужно каждый полет просто согласовывать с администрацией этого мероприятия ну как я понял возможно я не прав но рисковать не стал дабы чтобы лишние вопросы не были лицензии официально нету в баню короче рисковать еще раз покажу как здесь все выглядит вот там катают серферы вот видите кто-то уже выходит огромное количество людей очень много иностранцев мне кажется 90 процентов это иностранцы мало русской речи на самом деле здесь вот но фестиваль крутой соревнования классный вообще мега да там вот кого-то награждают пойдемте конечно круто безумно попасть на такое мероприятие это конечно вообще класс мне больше нравятся чуваки которые вот с такими объективами в общем такая такая движуха как вам пишите в комментариях бар пожалуйста чувак ходит с велосипедом мороженое продает конечно здесь можно редбульчик купить а еще как я понял здесь может катнуть абсолютно любой желающий я даже подумал может быть зарегистрироваться вот тут стенд показать как надо катать да потом передумал думаю пушок не расстраивать людей рассмотреть какая-то огромная планка машина рыдбула ведь как круто свод этим он видите огромное количество байков да то что показывал до вначале мы идем купить кокосы берем кокосики по 150 рублей здесь стать они продаются очень здорово да они небольшие наверное поэтому чуть-чуть и п дешевле посмотрели насмотрелись накупались напились кокосов едем как говорится дальше мы тут гоняли в магазин и купили всякие разные крутые подарки на стрим взяли короче такие общие подарки взяли даже благовония которая помогает от комаров мы вот сейчас тестируем у себя одну штуку зажгли посмотрим как будет работать взяли подарки мужской аудитории такие вот острые значит всякие ништяки но пускай это будет пивасику вечером после работы взяли еще наша женская аудитория вот такие вот классные браслеты ракушечные из камня и все это мы будем разыгрывать на нашем стриме который скорее всего посмотрели кто не посмотрел вы многое теряете кто не присутствует на наших стримах потому что у нас весело у нас смешно у нас крутые вечера по субботам как правило ну и к тому же мы на каждом стриме от разыгрывать такие интересные подарки из тех мест где мы сейчас находимся так что если если вы не участвуете в наших стримах то конечно вы многое теряете ребята а для того чтобы не пропускать наши стримы подписывайтесь на канал подпишитесь на нас в телеграм-каналах ведь именно там мы анонсируем когда его сколько у нас будут стримы ссылка есть в описании так сегодня дедушки день рождения поэтому набираем и исполняем традиционный оркестр дедушка 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 я дам рождения дедушка желаем здоровья но сегодня грустный момент сегодня ребята уезжают куда уезжаете домой а где дом брянске представляете два дня вот так вот нелегкая дорожка предстоит вот спускает уже вещь ты смотри сейчас как упадет и перевернешься еще на дорожку травму поэтому не надо что как же ты это выдержишь в два ночи прям серьезно машин даже приехал уже все пакуются как фильме ненавижу прощаться хорошей дороги отлично отлично доехать саша веди себя хорошо ну либо плохо на самом деле не принципиально мне точно а пока вас договоренность подожди год только начался будет кукупу красота ну все давайте отпишитесь что у вас там с визами вышло ну ты не нервничай самое главное если что помню у тебя есть рак ну вы выезжаете поэтому ничего страшного давайте хорошей дороги выпустят любом случае